Творчество художника нельзя измерить стандартными нормами или подогнать под общее мнение. Искусство, в принципе, вещь достаточно субъективная, поэтому организаторы выставки определили для своих авторов только одно условие. Картина должна быть квадратной. Ее размер 50 на 50 сантиметров или метр на метр. Это формат. Так выставку и назвали. Внутри каждого квадрата внутренний мир мастера, его понимание искусства. Он должен был намалевать себе, как перлену у кораллях Витебской и Мастацкой школы, которые пошли нанизывать молевич, шагал, пен. И мы так само нанизаны на этой коралле, мы так само вот этой перлены, мы так само маем некую отметность. Когда писалась концепция, мы на конце концепции написали, мы не ведаем, кто отгукнется, мы не ведаем, какие працы будут. Это нам самим текало, что отрымается. И то, что отрымалось, нас радует. На выставке представлены 65 работ. Их авторы – современные художники, которые считают себя приверженцами Витебской школы. Это направление основали Марк Шагал и Казимир Малевич, оказывав огромное влияние не только на развитие белорусского искусства, но и мирового. Работы, представленные на выставке разных жанров, у каждого автора своя загадка, свой секрет и свой почерк. Как отмечают организаторы, эта экспозиция – начало. Республиканский проект «Формат» только набирает обороты, и художественная комиссия готова принять на рассмотрение новые полотна. Я думаю, что в Брест мы пойдем по всех остальных городах. И в 2020 году, в Земку, мы обовязково возладим самый великий проект «Формат». Я думаю, что уже у один шерох, вот так, в Рассе не поместится, и они уже будут висеть одна над одной, и они будут пазлами, кроссвордами. То и да, шагом мы им кнемся, мы растем, и проект уже живет своим житем. Выставка в Бресте – это вторая точка после Витебска. В планах организаторов познакомить с творчеством современных белорусских художников все города Беларуси, а также провести выставку в Москве и Петербурге. В выставочном зале экспозиция будет размещаться до 10 сентября.